Председатель Совета ветеранов, почетный гражданин города Анатолий Максимович Гапонов рассказал о том, что волнует сегодня людей, зазлушивших почет и уважение напчан в своей трудовой и боевой биографии. Анатолий Максимович, дорогой, какие вопросы, какие проблемы у Совета ветеранов? Квартирные вопросы. Те же, допустим, вот сейчас одна семья обратилась, решает там проблему. Деду выделили участок земли, но он не успел до конца оформить, умер. Ну, сейчас там юрист занимается, работает в этом отношении. Поэтому у старшего поколения всегда проблемы есть. И, конечно, куда они в первую очередь обращаются? В Совет ветеранов. Это в основном бытовые и житейские проблемы, с которыми в Совете ветеранов справляются. Где будет не получаться, я, конечно, буду обращаться за помощью. Все, мы готовы. А помочь, я уверен, в том, что Сергей Павлович помогал вам. Помогал, нет слов. Это чисто честь каждого человека, оказать помощь, там, Совету ветеранов. Ну, Сергей Павлович всегда говорил так, это то поколение, которое для себя ничего не просит. Вот мы действительно вот так. Ну, ветераны есть, просят, хоть они. Анатолий Максимович, пожалуйста, всегда обращайтесь, вы знаете, мы всегда готовы. С председателем территориальной избирательной комиссии Анапская речь шла о предстоящих выборах, о том, как к ним идет подготовка. 10 сентября выборы в ЗСК. Какую помощь с нашей стороны, со стороны администрации нужно оказать вам? Следующий момент. У нас есть вот познадзор дали заключение, там кто-то это смотрит, же контролирует все, да? Да. С нашей стороны, со стороны администрации есть какие-то непонимания, кто-то вам не подсказывает, не помогает? Нет, со стороны администрации непонимания никакого нет. Всесторонняя поддержка, оказывается, помощь по подготовке избирательных участков к избирателям, дню голосования, которое состоит... У нас сколько участков? 70? 75 избирательных участков. К действующим 70 в этом году открылись новых 5 избирательных участков, в силу того, что на 4 тысячи в этом году у нас прибавилось избирательные. Избирательные, да? В школе дополнительный участок избирательный в ПТП и на Таежной 71, там, где у нас микрорайон Алексеевский. Именно в этих районах большое количество людей прибыло на постоянное место жительства. И один участок дополнительный мы открыли в поселке Витязево в третьей школе для голосования жителей Хутора Песчанова. О значимости общественного совета в деятельности власти Юрий Поляков побеседовал с его председателем Александром Смирновым. Такое предложение, как можно ближе сотрудничать, Александр Иванович. Потом в администрации есть масса комиссий там. Комиссия по ГИБДД, комиссия по торговле. Вот. Желательно, конечно, прошу вас, чтобы члены совета принимали участие в этих комиссиях. Потому что зачастую чиновники или работники администрации, они отсюда могут не видеть, что происходит там на земле. Здесь вот у нас 23 члена общественного совета. Здесь все активные, очень активные люди. Мое предложение выйти на вас, чтобы председатель общественного совета, допустим, Станица Гайкадзова или Благовещен вошли в состав этого. И чтобы они были совместными. Потому что мы сегодня, да, вот эти есть. Доводят, как доводится информация, которая сегодня рассматривается на общественном совете, чтобы они принимали участие в этом. И через свой общественный совет уже сельских кругов доводили до своего населения. Информацию, эту работу, которую мы с вами здесь делаем. Чтобы мы ничего не скрываем.